девочки только что сделала маникюр вот такой вот просто обработала ногти это видите как у меня от гель-лака этот у меня ноготь постоянно спиленный потому что я людям делаю ногти и пилю отрасли за две недели ногти сильно и я буду наверное сегодня снимать вообще гель-лак и красить ногти обычным лаком потому что от того что я каждых две недели их пилю спиливаю и переделаю стали они очень очень тонкие такого никогда у моих ногтей не было поэтому полгода я уже где-то делаю и честно говоря соскучилась по обычным лаком я очень люблю делать разные слайдер дизайны всякие там дизайны их уже соскучилась по лаком хочу что-нибудь поделать интересно сейчас я покажу чем я делаю маникюр это у меня такая вот косметичка от буржуа такая очень она необычная красивая мне ее подарили за какую-то покупку давно она уже видите обычная пластиковая и ручка вот так вот порвались но все равно она мне просто стоит и здесь я храню вещи которыми делаю маникюр и педикюр сейчас я все высыплю и вам покажу она такая с силипоновыми подушечками и эти подушечки чем-то наполненный ну очень-то стильная интересная красивая и необычно на заднем пони мой ребенок играет в лего полицию поэтому такое у меня поняли даже так значит чем я делаю маникюр это у меня щипчики вот такие вот я делаю обрезной сюда вот они вкладываются в общем поняли не поняли я все-таки делаю это одной рукой вот так ножнички такие щипчики пушер железный я отодвигаю кутикулу на кутикулу я наношу от сады хэнсон средство для удаления кутикулы роскошное шикарное средство очень экономичная такая большая бутылка очень удобно как экономичное средство для удаления кутикулы не может быть экономичным потому что им пользуюсь и часто и она очень быстро заканчивается а здесь такая большая бутылочка и поэтому у невероятно удобно что вот его много и ты его видишь вот 30 миллилитров 29 с половиной очень хорошо удаляет кутикулу размягчает я сначала наношу вокруг кутикулы потом пушером здесь достаточно 15 секунд и она уже сработала размягчилась потом пушером все это отодвинула ножничками срезала потом у меня есть вот такой вот лак прозратный от умный эмали называется укрепитель ногтей но мне умная эмаль фирма не нравится вообще в принципе и я им делаю на зимний период ногти на ногах крашу ногти на ногах я зимой цветным лаком не крашу окрашу бесцветным поэтому мне просто чтобы тупо был какой-то ну просто бесцветный такой влажный эффект а вообще мне от умный эмали не нравится средства вот такая вот помпочка и риск это я переливаю сюда жидкость для снятия лака этот раз не перелила потому что у меня она была красная и я мыла бутылку так и не отмыла ее он еще что-то там вода наверное есть обычно я переливаю жидкость для снятия лака чтобы мне было очень ой привет чтобы было удобно удалять лак с ногтей перелью и буду делать это дальше разделители для ногтей для пальцев вот такая вот система от эйвен по уходу за ногами когда я делаю педикюр я делаю ванночку для ног это средство для ножных ну в общем для ванночек просто наливаю туда и водичка становится такая мыльная а это скрабик но обычный ничего плохого ничего хорошего нормальное такое средство вкусно пахнет и пилочка который я деру пятки так скажем ну шлифую пятки она такая не очень жесткая но в общем то что надо поэтому и не люблю сильно жесткие не люблю слишком мягкие и здесь вот такая вот пемзочка шлифовочка такая вот так и полотенечко я всегда ложу когда я делаю маникюр я стилю его себе на ноги и сюда обрезаю все или там вытираю пушер вытираю инструменты вот такая у меня косметичка которая для маникюра педикюра рядом стоит мое вязание я вижу сейчас носки сыну своему один вот видите уже носок связала почти почти один связала и второй остался в общем как-то так вот я очень люблю вязать особенно зимой и особенно носки знаете во первых их вязать быстро во вторых это очень нужная вещь зимой и третьих ну полезно как бы вот на подарки да я там всем бабушкам дедушкам там мамам папам обвязываю их носками варежки вяжу ну мне нравится потому что нужная вещь носки и варежки и вязать быстро и не так много не надо там из разных остатков в общем вот так сейчас вижу сыну вот у меня такая корзиночка для вязания тут чехлы для телефона так что-то все подряд кончетки какие-то влада в общем вот такая корзиночка довязываю носочек вот такие дела поэтому приступайте за вязание приступайте к вязанию очень нужно хочу сказать такого хобби особенно в зимний период вяжу только зимой поэтому вот так вот есть всегда мне с чем заняться пока девчонки сняла и свои ногти после и лака так вот состоянии ну как бы видно да что они спилены и тонкие очень не очень но конечно пока ничего не буду с ними делать единственное что я сейчас покрою их умной эмалью для укрепления укрепитель ногтей ну она нифига не укрепляет ногти но я все равно покрою хочу чтобы они такие бесцветные некие побыли вот так выглядят мои ручки после ухода за руками бархатные ручки ногти я покрыла бесцветным лаком такие конечно повеселение немножечко стали но пусть я так тоже хочу походить соскучилась по своим натуральным ногтям родным вот это чудо-чудо-чудо система по уходу за руками это просто стоит на втором месте у меня из штуковин от мэри кей на первом у меня тональная основа а на втором вот бархатные ручки еще сделала себе попробовала вот это вот чудо корейскую масочку которая разогревается до 40 градусов видите 40 градусов держать на 10 минут вот она выглядит вот так вот знаете такой запах во-первых пахнет лавандой просто сумасшедшая прям да вы знаете релакс релакс получается сразу спать рубит капец и такой теплой вот на счет даже теплые вот эти разрезы на уши натягиваются и тут такие вот как бы как подушечка не на получится ли использовать во второй раз но я попробовала и потом после нее когда я уже наносила питательный крем мне кажется так она как бы наверно крем будет работать лучше вот так вот девчонки так что я сегодня кайфанула так сказать мой день красоты это среда и воскресенье это палубнейший я делаю релакс маски и бальзамы ну в общем все все что только можно губы руки ноги волосы все еще на свете это я делаю два раза в неделю среда и пятница поэтому не понимаю людей которые говорят ой я там сделаю один раз и будет все это стоять и забуду это не про меня я делаю регулярно и если я не сделаю то это равносильно будет что я там не почищу зубы или не помою голову поэтому я все делаю регулярно и это не совершенно не трудно привет девчоночки сегодня будем готовить мой наилюбимейший просто пирог который из абсолютно пресного постного теста и с вкуснейшей обалденной питательной полезной начинкой делаем начинку для этого просто все делается на глаз чернослив просто чернослива сыпем на глаз нет и чернослив и клюква в сахаре в общем чернослив чека на глаз а пожалуй я вот так вот сделаю тут у меня и клюква и чернослив и урага и как раз будет то что надо и плюс тоже также совершенно на глаз я добавляю сюда изюма много-много начинки и заливаю все это кипяточком пока буду делать тесто у меня все это разбухнет и продолжу делать начинку потом что у нас получилось вот моя начинка я так разгребу чтобы вы видели сюда я добавила еще два нарезанных яблочко яблоки огромные у меня были для этого десерта для этого пирога для этого рулета правильнее сказать начинки много не бывает и у меня начинки получилось целая вот такая вот миска значит два мелко нарезанных яблока затем все я вот все сухофрукты которые у меня в кипяточке разбухли тоже и нарезала кроме изюма и клюквы она просто разбухла и такими кусочками станет и посыпала все это сахаром сахарной пудрой затем грецкие орешки прям вот я их смолола и высыпаю поверьте я это делаю рулет уже наверное раз десятый и начинки для него много не бывает там будет просто сплошная начинка это будет я не знаю вы не переборщите с начинкой это точно и панировочных сухариков нужно было добавить их у меня почему-то не оказалось и я смолола в блендере обычные сухарики у меня были тоже успешно сюда высыпаем просто все делаю на глаз поверьте это совершенно не требует каких-то определенных доз значит что у нас с тестом тесто на и простейшие запоминайте а лучше записывайте 2 стакана муки пол стакана теплой воды и 3-4 ложки подсолнечного масла я меряю даже не ложками просто тоненькой скалочкой обычно раскатала она раскатывается великолепно высыпала всю 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 пищу начинку здесь очень много яблок очень много всего но вы сами видите да самое главное правило начинки мало здесь быть просто не должно и поверьте залезьте в холодильник и ложите просто все что у вас есть есть один чернослив хорошо есть одна куруга хорошо есть и то и другое тоже хорошо но обязательно чтобы были яблоки они запекутся размягчаться я делала вместо сухарей печенье просто надо это все так вот перемешать с сухариками чтобы оно было так не комками а так рассыпчато все что угодно плоть шоколад я делала шоколадом все на что будет только ваша фантазия и что у вас будет холодильнике и сверху и конечно же я посыпала корицей потому что корица у меня была не было бы я не сыпала была я посыпала вот так и сейчас аккуратненько все это скатаем рулетиком мой рулет всегда получается огромный толстый форма для выпечки ну вот такая не очень большая ее предварительно нужно смазать сливочным маслом подсолнечным вернее а рулетик я обычно разрезаю на пополам и укладываю его форму отправляем в духовочку разогретую до 180 градусов на 30 минут вот такие два кусочка я прям края не запаливала ничего не замазывала разрезала и аккуратненько и тадам вот такой рулет получился я уже отрезала кусочек сейчас я вам покажу все вот такая подрумянинная корочка опять же напоминаю что тесто абсолютно пресное абсолютно не сладкое и сахара я сыпала туда тоже очень мало но есть маленький секретик вот все запеклось все видны яблочки и вот так вот оно выглядит на тарелке вот я отрезала два кусочка полила медом вот поэтому я мало сыплю сюда сахара потому что я поливаю это медиком начинка просто просто вот кричит сожри меня сейчас настроиться фокус собака не хочет настраиваться да да есть в общем вот такая красотень вот такая красотища девчонки это невероятно вкусно вы не представляете вот здесь 250 грамм но в калориях это надо прикинуть сколько но уж поверьте лучше съесть с чаем вот такое вот 250 грамм вот такого вот счастья до чем скажем там 250 грамм конфет или тортика я уже говорю если у не повесьте текут вообще как у собаки павлова брызгую прям слюной обязательно приготовьте это прямо сегодня приятного аппетита я приступаю